Сущность диктатуры пронитериата и советской власти. Такое название взято из тезисов об основных задачах Второго Конгресса Коммунистического Интернационала. Эти тезисы были написаны Владимиром Ильичем Лениным 4 июля 1920 года и опубликованы были в июле месяце. В преддверии предстоящего Второго Конгресса Коммунистерна, который открылся в Петрограде 19 июля 1920 года. Необходимость написания и опубликования этих тезисов в печати состояла не только в нацеливании участников Конгресса на решение важнейших задач, стоявших перед коммунистическим и рабочим движением на рубеже 20-х годов, но и в разъяснении сущности диктатуры пронитериата и путях достижения победы над капитализмом. Тем более, что в работе Конгресса планировалось участие ряда социал-демократических и социалистических партий с оппортунистическими взглядами и с не вполне марксистским отношением к диктатуре пронитериата. То есть первый Конгресс, который прошел год назад в 2019 году в марте, нашел очень большой отклик о том, что был создан Третий Интернационал и целый ряд партий социалистических решили принять участие во втором Конгрессе, который состоялся в июле, как я уже сказал. И поэтому, конечно, Владимир Ильич к этому Конгрессу не только написал работу, которую вы знаете очень хорошо, одна из краеугольных работ, которая называется «Детская болезнь невезны в коммунизме». Она тоже была написана до открытия этого второго Конгресса. Ну и вот эти тезисы, в которых целый ряд проблем, которые стояли перед началом 20-х годов, перед коммунистическим движением, Владимир Ильич считал необходимым довести до участников Конгресса и только для участников, до всех коммунистов. Итак, поскольку речь идет о сущности диктатуры пронитариата, то я хочу отметить, что раскрывая сущность, Владимир Ильич Ленин в тезисах говорит следующее. Победа социализма, как первой ступени коммунизма, то есть социализм это первая ступень коммунизма, победа над капитализмом требует осуществления пронитариата, как единственным действительно революционным классом трех следующих задач. То есть пронитариат и единственным традиционным классом для победы над капитализмом должен, по мнению Владимира Ильича, решить три главные задачи. И раскрывает эти задачи. Первая задача, по мнению Владимира Ильича, свергнуть эксплуататоров и в первую голову буржуазию, как главного экономического и политического представителя их. То есть главный враг для пронитариата это буржуазия. Разбить их на голову, подавить их сопротивление, сделать невозможными, какие бы то ни было, попытки с их стороны восстановить иго капитала и наемное рабство. То есть первая задача это свержение иго капитала. Вторая задача, которую предстоит решить в диктатуре пролетариата, по мнению Владимира Ильича, это увлечь и повести за революционным авангардом пролетариата, то есть его коммунистической партией, не только весь пролетариат или подавляющее огромное большинство его, но и всю массу трудящихся и эксплуатируемых капиталом. То есть вторая задача увлечь, постараться, если не весь пролетариат, то хотя бы его основную массу и конечно же основную массу всех трудящихся. Причем не только увлечь, но просветить, организовать, воспитать и дисциплинировать их в самом ходе беззаветно смелой и беспощадно твердой борьбы против эксплуататоров. То есть решая вопросы борьбы, воспитывать прежде всего пролетариат и конечно всю трудящуюся массу и организовывать и дисциплинировать. То есть все должно происходить в ходе борьбы против эксплуататоров, считал Владимир Ильич. И задача стояла вырвать подавляющее большинство населения во всех капиталистических странах из зависимости от буржуазии. И внушить ему на практическом опыте доверие к руководящей роли пролетариата и его революционного авангарда. То есть в процессе борьбы вырвать его из зависимости от буржуазии и чтобы дунящиеся массы и пролетариат, конечно, прежде всего, стали доверять руководящей роли пролетариата и его авангарда революционного авангарда, это коммунистической партии. Вот такая вторая задача. И третья задача, которую ставил Владимир Ильич, это нейтрализовать или обезвредить неизбежные колебания между буржуазией и пролетариатом, между буржуазной демократией и советской властью со стороны довольно еще многочисленного, почти во всех передовых странах, хотя и составляющего меньшинство населения, класса мелких хозяев. То есть для того, чтобы обезвредить колебания класса мелких буржуазии или, как он сказал, мелких хозяев, прежде всего, конечно, в земледелии, а также в промышленности, в торговле и соответствующего этому классу слоя интеллигенции и служащих. То есть в этих колебаниях, конечно, участвовал большой слой интеллигенции и служащих, которые обслуживали не только буржуазию, но и мелкую буржуазию и так далее. Вот три такие задачи ставил Владимир Ильич Ленин перед участниками Коминтерна, перед коммунистами о том, что должна делать диктатура пролетариата, какие задачи возлагаются на диктатуру пролетариата. Ну, я думаю, здесь понятно или нужно что-то еще уточнить в этом вопросе. Ну, у меня есть дополнение, но я бы хотел в конце вернуться. Конечно нет, просто что-то надо пояснить, в чем сущность этих задач. Ну и далее Владимир Ильич Ленин в этих тезисах переходит к способам решения этих трех задач. Он разъясняет, а как же эти три задачи мы будем решать. То есть, первое это свержение буржуазии, второе завоевание большинства пролетариата на сторону. Революции, будем говорить, и обезвежение мелкой буржуазии. Вот он дальше переходит к способам решения этих задач. И говорит, всякое допущение мысли о мирном подчинении капиталистов, в воле большинства эксплуатируемых, о мирном реформистском переходе к социализму является не только крайним мещанским тупоумием, но и прямым обманом рабочих. Подкрашиванием капиталистического наемного рабства сокрытием правды. То есть, ни о каком мирном переходе к социализму для пролетариата речи быть не может. Правда состоит в том, что буржуазия самая просвещенная и демократическая уже сейчас, на тот момент, когда Владимир Ильич Ленин писал эту работу, уже сейчас не останавливается ни перед каким обманом и преступлением. Перед избиением миллионов рабочих и крестьян для спасения частной собственности на средства производства. То есть, Владимир Ильич говорит, что как только стоит вопрос о частной собственности, то буржуазия ни в коем случае не остановится перед самым тяжелым насилием над пролетариатом и крестьянством. Поэтому он говорит, что только насильственное свержение буржуазии, конфискация ее собственности, разрушение всего буржуазного государственного аппарата снизу доверху, то есть парламентского, судебного, военного, бюрократического, муниципального, вплоть до поголовного изгнания или интернирования эксплуататоров наиболее опасных и упорных, установление над ними строгого надзора для борьбы с неизбежными попытками сопротивления и реставрации капиталистического рабства. Только подобные меры в состоянии обеспечить действительное подчинение всего класса эксплуататоров. То есть, ни о каком мирном переходе к социализму речи быть не может. И только насильственное свержение буржуазии и разрушение всего буржуазного государственного аппарата и установление советской власти. Ну или, значит, на примере России, а вообще речь может идти только о диктатуре пролетариата. Потому что советская власть – это форма, одна из форм диктатуры пролетариата, которая была характерна для нашей страны. И далее он говорит, что это как бы с одной стороны, что только ни в коем случае нельзя надеяться на мирное, только насильственное свержение буржуазии. С другой стороны, что только, значит, если на это надеяться, то это будет обман рабочих и подкрашивание капиталистического рабства. И далее он говорит, что с другой стороны, таким же обманом рабочих является допущением мысли о том, будто большинство трудящихся и эксплуатируемых способно в обстановке капиталистического рабства, под гнетом буржуазии, который принимает бесконечно разнообразные формы, способно выработать в себе полную ясность социалистического сознания, твердость социалистических убеждений. То есть, сами трудящиеся не могут прийти к тому, что придется насильственно свергать буржуазию, и что такое сознание, они под гнетом буржуазии, конечно, самостоятельно выработать не могут. А на самом деле, если не подвергаться такому обману, на самом деле, говорит Владимир Ильич, только после того, как авангард пролетариата, то есть коммунистическая партия, поддержанный всем этим единственным революционным классом, или хотя бы большинством его, свергнет эксплуататоров, подавит их, освободит эксплуатируемых от их рабского положения, улучшит их условия жизни на счет экспроприированных капиталистов, только после этого, и в самом ходе острой классовой борьбы, осуществимо просвещение, воспитание, организация самых широких, трудящихся и эксплуатируемых масс вокруг пролетариата, под его влиянием и руководством, избавление их от эгоизма, раздробленности, пороков, слабости, порождаемых частной собственностью, превращение их в свободный союз свободных работников. То есть, здесь основная мысль стоит в том, что фактически сознание и лучшие качества у трудящихся могут быть выработаны только в процессе борьбы, в процессе свержения эксплуататоров и в процессе действия диктатуры пролетариата, улучшение жизни трудящихся по сравнению с тем капитализмом, который существовал. Вот что он говорит о способах достижения, решения тех задач, которые предстоит решать пролетариату и его авангарду коммунистической партии в процессе диктатуры пролетариата. Далее, в этих тезисах он говорит, для успеха победы над капитализмом требуется правильное соотношение между руководящей коммунистической партией, революционным классом пролетариатом и массой, народной массой, то есть всей совокупностью трудящихся и эксплуатируемых, то есть должно установиться соответствующее отношение между коммунистической партией, пролетариатом как самым революционным классом и всей трудящейся массой. И об этом он говорит так, только коммунистическая партия, если она действительно является авангардом рабочего класса, не на словах, а на деле. Только она действительно является авангардом рабочего класса. Если она включает в себя всех лучших представителей его, если она состоит из вполне сознательных и преданных коммунистов, просвещенных и закаленных опытом упорной революционной борьбы, если эта партия сумела связать себя неразрывно со всей жизнью своего класса, а через него со всей массой эксплуатируемых и внушить этому классу и этой массе полное доверие, только такая партия способна руководить пролетариатом в самой беспощадной, решительной борьбе против всех сил капитализма. То есть, какие взаимоотношения должны быть в партии? Она должна слиться со своим классом партии, как авангард этого класса и должна связать свою деятельность со всей деятельностью и жизнью своего класса и через него, через массу трудящихся. Это с одной стороны. С другой стороны, только под руководством такой партии пролетариат способен развернуть всю мощь своего революционного натиска, превращая в ничто неизбежную апатию и частью сопротивления небольшого меньшинства, испорченной капиталистами рабочей аристократии, старых трен-юнионистских и кооперативных вождей. То есть, только под руководством партии пролетариат может организоваться и добиться того, чтобы установить диктатуру пролетариатам, добиться своих коренных интересов и избавиться от испорченной капитализмом рабочей аристократии и не только от нее. И далее он говорит, что только когда Советы стали единственным государственным аппаратом, то есть весь государственный аппарат буржуазный был ликвидирован, осуществимо действительное участие в управлении всей массы эксплуатируемых, которая при самой свободной буржуазной демократии оставала всегда фактически на 99 сотых исключенной из участия в управлении. То есть, при капитализме трудящаяся масса в управлении государством практически не участвует, как говорит Владимир Владимирович, на 99 сотых исключена. Ну и мы видим и сейчас, где трудящаяся масса? В думах, в правительстве, в каких-то муниципальных органах и так далее. Где они? Губернаторы? Нет трудящихся. Везде буржуазия и ее наемники. Сейчас мы же вернулись к тому, что было в 20-х годах при Владимире Ильиче Ленине. Он интеллигентный и трудящийся. Интеллигентный и трудящийся. Понятно. Так что успешно. Вот. И далее говорит Ленин, что главной задачей коммунистических партий с точки зрения международного пролетарского движения является в данный момент сплочение раздробленных коммунистических сил для удесетерения работы по подготовке пролетариата к завоеванию государственной власти и при том именно к завоеванию власти в форме диктатуры пролетариата. Ну и задача сплочения раздробленных коммунистических сил она и сейчас стоит. Потому что вы наблюдаете, что, к сожалению, коммунистические силы не настолько сильны, чтобы мы могли сейчас ставить вопрос какой-либо из стран к переходу к социалистической революции, к переходу к диктатуре пролетариата. То есть силы раздроблены, их надо собирать. Ватикан-Барадин. Что? Ватикан-Барадин. Да нет. Собирать силы это не значит выскочить на улицу с пинтовкой и за кем-то гоняться. Это не так. Сверху к бабу. Это не так. Далее, по мысли Владимира Ильича, завоевание политической власти пролетариатам не прекращает классовые борьбы его против буржуазии, а напротив делает эту борьбу особенно широкой, острой, беспощадной. То есть с решением первой задачи, о которой мы говорили с вами в начале занятия, с решением первой задачи со свершением социалистической революции классовая борьба не прекращается. А предупреждает Владимир Ильич, что она напротив становится особенно широкой, острой и беспощадной. То есть решение второй и третьей задач и задача перехода от социализма к коммунизму, они требуют, и об этом есть целый ряд в марксизме положений, которые это дело предусматривают и которые изъясняют, что нужно сделать при диктатуре пролетариата, чтобы построить социализм и перейти к строительству коммунизма. Ну, пока, значит, мы рассуждаем о тезисах, которые были опубликованы перед вторым конгрессом. Далее, Владимир Ильич говорит, диктатура пролетариата есть наиболее решительная и революционная форма классовой борьбы пролетариата с буржуазией. Такая борьба может быть успешна, лишь когда самый революционный авангард пролетариата ведет за собой подавляющее большинство его. То есть борьба с буржуазией и классовая борьба в целом может быть успешной, когда авангард соответствует, авангард, то есть коммунистическая партия, соответствует своему названию, своему назначению и ведет основную массу пролетариата за собой, как наиболее сознательная часть этого пролетариата. Вот на этой мысли он, конечно, пытается сосредоточить участников Коминтерна. Подготовка диктатуры пролетариата требует поэтому не только разъяснения буржуазного характера всякого реформизма, всякой защиты демократии при сохранении частной собственности на средства производства, не только разоблачения проявлений таких тенденций, означающих на деле проведение защиты буржуазии внутри рабочего движения, но требует также замены старых вождей коммунистами во всех решительно видах пролетарских организаций. То есть для того, чтобы решить задачу, нужно, чтобы существовала надежная организация пролетариата и, конечно, с важным интересом пролетариата и интересом диктатуры пролетариата. Вот в чем заключается смысл этой мысли Владимира Ильича. И далее он говорит, что одна из главных причин затрудняющих революционное рабочее движение в развитых капиталистических странах состоит в том, что капиталу удалось здесь выделить сравнительно широкий и устойчивый слой небольшого меньшинства рабочей аристократии. То есть одна из главных трудностей, что в организации рабочего класса и в его осознании необходимости в социалистической революции состоит в том, что есть сравнительно широкий и устойчивый слой аристократии, которая воспитана именно буржуазией на то, чтобы сопротивляться социалистической революции. И это аристократия, считает Ленин, пользуется лучшими условиями заработка и больше всего пропитана духом цеховой узости, мещанскими и империалистическими предрассудками. И никакая подготовка пролетариата к свержению буржуазии невозможно без немедленной, систематической, широкой, открытой борьбы с этим слоем, то есть с этими аристократами, которые прикормлены буржуазией, который, несомненно, поставит немало элементов для буржуазной белой гвардии после победы пролетариата. То есть даже после свержения, совершения социалистической революции есть опасность, что борьба будет продолжаться. Вот на этом я бы хотел остановиться, потому что в тезисах, вот и Саша подтвердит, когда изучал эти тезисы, там не только говорится о диктатуре пролетариата, там и есть вопросы, и как участвовать в парламентских выборах коммунистам, и какие цели ставить. Но мы это пока оставим. Вот речь шла о диктатуре. Поэтому я считаю, что на этом пока мы сегодня и остановимся. Пожалуйста, если какие-то ко мне вопросы или что-то непонятно было, давайте обсудим. Я могу закончить словом, что борьба будет продолжаться, а мы сделаем дополнение, что она и будет длиться. Значит, в этом плане, значит, марксизм считает так, что классовая борьба будет продолжаться до тех пор, пока классы не будут ликвидированы. Пока не будут ликвидированы классы. Причем, значит, это, то есть при построении коммунизма. Только при построении коммунизма классы будут исчезнуть. Ну, некоторое время может какие-то не антагонистические классы еще оставаться, или наоборот, только антагонистические. Но классовая борьба будет продолжаться до ликвидации классов. Да, полном установлении коммунизма. Да. Я бы сказал, что эти тезисы все-таки на съезд комминтерно были приготовлены. То есть все участники были опытные, знающие коммунисты. Поэтому для них даже название сущность диктатуры пролетариата и советской власти не возникает вопроса. Сущность это дилеттическая категория. Диктатура, все понимают, что такое пролетариат. Советская власть, то есть это все люди об этом прекрасно знали. Ну да, потому что манифестов, наверное, коммунистической партии. Это больше манифестов, поэтому эта работа не для начинающих явно. Не зря она в ПССе в конце, это для опытных, знающих людей. Зато если опытные, знающие люди внимательно это прочтут, они будут иметь ответ, как же все-таки прийти к власти. Главное, ее потом удержать. И главное добиться как раз строительства коммунизма. Вот эта классовая борьба, которая будет существовать, даже после того, как пролетариат пришел к власти, она должна продлиться. Если она закончится, то советская власть закончится. Собственно, что у нас и произошло. Вот я почему и предлагаю не только о диктатуре бритриата ограничиться вот этой работой, а вот у нас еще на следующее занятие предлагается, что же вот, как решать вторую задачу в основном, вот в этой работе Владимира Ильича Ильинина тоже написано в том же 19-м, вернее так, она была раньше написана в 19-м еще году, это в 20-м уже, это если ко второму, а еще в 19-м году, что после завоевания власти, после свершения социалистической революции, что же диктатура бритриата должна делать, как решать вторую задачу. Вот здесь есть мысли, я думаю, что мы продолжим изучение вопроса диктатуры бритриата. Я бы даже сказал, эти тезисы лучше, чем в каком-то плане, чем в манифестском партии, по той простой причине, что они охватывают вообще все, полностью весь список, страны, всех положений. Я так мыслю здесь, ты правильно говоришь, но дело в том, что Маркс и Йенгельс, у них не было опыта, они только теоретически предполагали, что же будет, что такое пролетариат, его место в этой классовой борьбе, что такое буржазье в манифесте. А Ленин-то уже здесь, в своей работе, уже основывается на том, что уже на практике, а не только теоретически, потому что у них практического опыта не было, а здесь он уже основывается на практике революционной борьбы, на практике классовой борьбы, И на практике, что удалось все-таки еще одну форму диктатуры пролетариата после Парижской коммуны еще создать одну форму. То есть фактически история знает уже три формы диктатуры пролетариата. Это Парижская коммуна первая форма была, вторая форма это вот советская власть у нас в России, и третья форма это народная демократия в странах Восточной Европы и в странах Юго-Восточной Азии. Три формы пока известны. Итак, если вернуться опять же к нашему спору, недавнему аргуму, как бы, да, о поделении Шуршской пролетариат. Я бы все-таки подчеркнул, что это все касаемо, либо для пролетариата промышленного. Это очень важно, потому что много разводов в Шатане, Шуршской пролетариат, это именно промышленный капитал, промышленный пролетариат. Да, да, да. Это среди всех отрядов пролетариата промышленный пролетариат. Он наиболее передовой, наиболее организованный. И то есть он во всех случаях будет застрельщиком любой социалистической революции. Потому что он наиболее массовый, наиболее сознательный, наиболее организованный. Организован уже самим производством даже. И, естественно, припеча пролетариата, это сам капитализм. Потому что именно капитализм, это именно промышленный капитал, он упорождает, он же восвергает. Это очень важно. В этих, кстати, тезисах есть еще очень интересный пункт по поводу пролетария. Что лучше в органы власти выбирать самого последнего захудалого, неграмотного пролетария, но который не оторван от производства и от коллектива, от совета, соответственно. Чем держать партийных деятелей, которые очень долго сидят и оторвались что от пролетариата, что от его им интересах. И как раз с ротацией кадров Ленин этот вопрос в этой работе. Ленин говорит, что коммунистическая партия только тогда коммунистическая, только когда она неразрывно связана с пролетариатом. Вы тезис сказали, вы его не развернули. Нет, тут есть, я же только что говорил, у него есть это мысль в тезисах. И не только в этих, вот мы в других работах, если будем продолжать изучать этот вопрос диктатуры пролетариата, она всегда на этом основывается, что только неразрывная связь с пролетариатом коммунистической партии, и что в ней должны главенствовать наиболее сознательная часть этого пролетариата в самой партии. Вот к чему Ленин всегда призывал. Тут еще один такой классный нюанс, я его озвучу, потом каждый желающий сам себе прочтет. У нас сейчас прошли недавно выборы, и все там отсылали к работам Ленина, вот он призывал избираться в Думу и так далее. А вот в Думу хорошо, депутаты попали, а вот в этой работе, в этих тезисах, как раз говорится о том, зачем туда депутатов отсылать в парламент буржуазный, что они там должны делать, и как должна партия на это реагировать, и зачем следить. Каждый желающий может почитать эту работу. Да, стоит прочитать, открыть Ленина. Обязательно надо, чтобы следующие выборы не говорить, зачем идти в парламент буржуазный. И есть еще очень интересная работа, я предлагаю ее тоже на нашем кружке рассмотреть. Это выборы в учредительное собрание и диктатура пролетариата. То есть он связывает там, вот как раз тоже в 19-м году она была написана Владимиром Ильичем, что когда, помните, что в 17-м году прошли выборы, долго не собиралась, потом ее собрали, это учредительное собрание, когда уже была советская власть, уже диктатуру пролетариата установили, и начали там мелкобуржуазные и буржуазные партии шуметь, давайте нам учредительное собрание. Но вынуждены были его разогнать, потому что оно не соответствовало диктатуре пролетариата. И вот там он подробно объясняет, почему это учредительное собрание не может присутствовать при диктатуре пролетариата, что она абсолютно не нужна пролетариату. Вот это работает тоже. Стоит, стоит, но кружки ни разу не брали, стоит. Да, ну я готов. Как раз после выбора, пока служил все в памяти. Практически готов тоже провести занятия по этой работе. С другой стороны, нам же говорим, что государство умеет. Конечно, конечно. В этих тезисках это есть. Это орган классового принуждения. То есть государство... Это аппарат принуждения для правящего класса. А когда классов не будет, зачем государство? Кого принуждать? Тогда денег не будет, когда государство умеет. Конечно. Да, конечно. И деньги зачем? Деньги нужны. Деньги, как раз, есть основные. Деньги это эквивалент товара. А мы-то, ведь еще при социализме, нужно пытаться отойти от товара денежных отношений. Нужно обязательно перейти к продуктовмену. Вот после войны, после военного времени, в начале 50-х годов, перед самой смертью, Сталин пытался к этому призвать. Ребята, мы же задержались в товарах денежных отношений. Надо переходить к продуктовмену. Но его, к сожалению, не услышали. Он призывал ускорять процесс. Да, да, да. Потому что процесс-то начался еще до этого. Он постепенно шел этот процесс. Он шел процесс. Но ускорять и на научной основе, но, к сожалению, его не услышали. К сожалению. Боюсь, его как раз услышали. Сделали все строго наоборот. Но это мы отсылаем к работе экономические проблемы социализма, которые мы уже разбирали. Запись будет тоже там в ролике. Да, да, да. Согласен с тобой, Саша. Но там немножко, там он немножко касается, к сожалению. Целая глава. Да. Но вот если бы развернуть как следует эту проблему, но это придется еще решать проблему следующим поколениям. Уже когда после следующей социалистической революции я все равно в ходе перехода к коммунизму эту проблему, перехода от товара-денежных отношений к продуктовмену придется все равно решать кому-то.